сделай его это мои парни они наворотят дел он прямо как том круз с таким нагромождением крыш трудно понять откуда исходит угроза это очень нервная ситуация всегда нужно смотреть на их руки здравствуйте любимые рады вновь видеть вас сегодня мы посмотрим на нашумевшую миссию в call of duty modern warfare 2 ни слова по-русски я израиль райт зеленый берет спецназа из форт льюис вашингтон привет я кэмерон фав бывший армейский рейнджер из второго батальона рейнджеров также из форт льюис вашингтон и я особенно взволнован поскольку в одной из миссии будут мои коллеги 75 полк рейнджеров так что давайте начнем и посмотрим как эти парни ведут дела мы будем смотреть за геймплеем с канала draculis cinematic геймплей круто ох блин начинается наделавшая шуму миссия да я помню это жестоко ребят пиздец как брутально кто расплывается в улыбке во время игры в эту миссию чем явно нужно к психиатру 240 браво который раз хочу сказать что стрелять из него очень трудно он весит более 10 килограмм и заряжается лента из 100 патронов калибра 7 62 то есть вы должны удерживать отдачу 15 килограммового пулемета опинается он будет здоров да помню как впервые начав играть в нее я выключил игру так я понял что я не псих даже в игре мне не нравилось стрелять по этим людям по сути цель этой миссии убийство гражданских да вы американец который внедрен в русскую террористическую группировку вам приходится участвовать в этом чтобы заслужить их доверие я знаю что можно пройти весь уровень без стрельбы или вообще пропустить его но в конце все равно будет перестрелка с полицией подрывает людей из гранатомета они невиновны хочу сказать что игра вышла еще до того как в америке подобные теракты получили широкое распространение сейчас это смотрится еще отвратительнее подобной ситуации нужно убегать и прятаться нужно искать выходы помнить о людях которых вы любите и которые надеются на вас нужно как-то подготовиться к такому морально во первых попытайтесь спрятаться и забаррикадировать себя что насчет сражения многие сказали бы боритесь с ними вероятно это худшее что можно придумать вас убьют а возможно из-за вас убьют еще кого-то не пытайтесь быть героем баллистические щиты но 40 миллиметровые просто разбрасывают их на самом деле есть очень прочные щиты даже такие которые выдерживают 50 калибр многие полицейские силы пользуются такими щитами это отличный инструмент для различных федеральных департаментов щиты помогают в операциях с высоким уровнем риска щитовик важный член команды помогающий всем другим выживать на моих миссиях никто не пользовался щитами нам важна была скорость перемещения взрывали дверь быстро заходили внутрь в общем сражались противником более стандартными средствами и вот они уезжают все было бессмысленно они поняли что мы агент под прикрытием в этом нападении обвинили америку так они узнали что он работает на цру и хотели оставить за собой тело чтобы все выглядело натурально и вызвало войну миссия охота охота это же следующая миссия 141 опер группа мактавиш мактавиш и гоуст это мои парни они наворотят дел смотри он прям как гангстер этот чувак натренирован он прямо как том круз и вот нас зацепили фишка в том что если по машине стрелять спереди то двигатель остановит большинство пуль поэтому лучшим вариантом будет наклониться вниз чтобы защититься двигателем прикрывает товарища мне нравится их техника выше и ниже так дольше выглядывать из-за угла но безопаснее мы в рио-де-жанейро и детишки поиграйте футбол где-нибудь еще хорошо что мы прогоняем их это правильно боже с таким нагромождением крыш трудно понять откуда исходит угроза куча мертвых зон и противник не в форме это очень нервная ситуация всегда нужно смотреть на их руки каждый человек потенциальная угроза но нужно уметь быстро отделять гражданских от противников первое что мы стараемся уменьшить при таком бое жертвы среди гражданских просто так подстрелил собачку иначе пёс бы потом вцепился в тебя да но это неприятно поплачет об этом потом я не люблю дробовики имею в виду в шутерах от первого лица они всегда странно работают в них приходится вечно сокращать дистанцию и тратить патроны впустую обожаю эту игру чувак одна из моих любимых я не играл в нее чего единственная колда в которую я играл это black ops cold war серьезно да все на моем твич канале спрашивают меня ты играл в нее нет но окей я взял на заметку ребят так давай дружище хватит терять время подобный удар ножом по противнику не совсем реалистичен не получится просто взмахнуть им и все не получится убить противника сразу наш чувак постоянно перемещается да ну слишком уж быстро даже хаотично двойные узи использовать два оружия неудобно у вас не получится одновременно целиться из обеих пушек их трудно контролировать сделай его отлично соуп рамирес 75 полк рейнджеров узнаю этих ребят твои коллеги первый батальон это страйкер да мы часто использовали страйкеры на тренировках и в ираке и оружие scar хорошо сделано я использовал его в боях scar появился когда я уже закончил службу так что не использовал его городская местность похоже на американский городок не подстрели своих парней продвигайся чувак видимо ему не нравятся телеки если вы думаете кого отправить на серьезное задание то это почти всегда будет 75 рейнджерский полк у нас было маловато тренировок в условиях городской среды большинство из них имитировали деревни ирака и другие здания стран третьего мира мне вот интересно что произошло такого что мы сражаемся на американских улицах уверен что если бы до такого дошло нам бы не составило труда очистить собственные улицы напасть на америку плохая идея это если 130 начинает походить на апокалипсис единственное что супер не реалистично во всем этом хотя тут навалом тупых моментов в общем рядовой рамир избегает со своим scarом никто не выдает рядовым крутые пушки только обычное дерьмо а еще почему-то командир не зовет его тупым придурком рейнджеры прокладывают путь я не понимаю мы сражаемся против своих же нет против русских это вторжение русских окей напоминает красный рассвет да думаю под впечатлением от этого фильма и родилась эта миссия а еще мы не используем шлемы из углеродного волокна могу продолжать и продолжать этот список лучше было и не начинать сделайте их парни только вот в такой дом должно входить больше людей да большие помещения куча всего может произойти методично медленно и не только вдвоем с командиром конечно произойти может всякое но наши тренировки всегда и во всем были направлены именно на командное взаимодействие клевое местечко винный погреб бассейн да но мы его уничтожили что у нас тут установка земля-воздух да хватит им уже работать по нашим силам давайте ребят уничтожьте их немного истории о рейнджерах окей пуэндиок был одной из главных целей во время штурма в день д на том берегу были огромные скалы из 220 человек около 50 остались живы они смогли преодолеть все это и позволить остальным силам высадиться на берег и когда они подоспели на помощь генерал командовавший войсками спросил вы кто парни пятый батальон рейнджеров и генерал сказал хорошо рейнджеры прокладывают путь аааааа вот откуда это да так появился девиз готов рассказывать это вечно я доволен что мои коллеги показали себя достойно напряженное действие в стиле красного рассвета точно все горит в огне и мы согреваемся ночами все верно если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и группу вконтакте и погоди видите это клёвая футболка это одежда моего собственного бренда кит гад если вы зайдете на сайт я буду очень благодарен также если хотите пообщаться со мной переходите на мой твич канал май хэппи сел на этом все еще увидимся это мой шанс помогите мне кричите ты улыбаешься я сразу и потом да мать твою чувак я беспокоюсь за тебя